Беларусь 451 Мировая премьера «Бобруйские тракторы-строители» удивили посетителей крупнейшей сельскохозяйственной выставки «Белагра-2017». О том, что изобрели бобруйские конструкторы на этот раз Ангелина Дикун. Двигатель «Ломбордини» 4-цилиндровый, мощностью 49 лошадиных сил. Двигатель надежный, простой, обслуживаемый, никаких проблем по нему нет. Начинка самого популярного трактора «Беларусь-421» сегодня самая надежная. Аграрии десятка стран мира выбирают бобруйскую технику за надежность, компактность и комфорт. Сегодня в сборочном цехе собирают модель для «Сахалина». В зависимости от клиента мы работаем по заказ-нарядам. То есть есть 320-е трактора без кабины, то есть если тропические условия, климат жаркий, то есть кабина там в принципе не нужна. Так все ориентировано на клиента. Холодные зимы Дальнего Востока или знойный климат экваториальных стран. Трактор «Беларусь-451» уже сошел с конвейера и готов работать в самых сложных климатических условиях. Идею создания продиктовали клиенты среднеазиатского рынка. У них было требование модернизировать 421-й трактор, сделать на нем металлическую облицовку капота, металлические крылья, максимально упростить его, для того, чтобы он выполнял свои функции на обрабатываемых полях и на всех условиях агрегатирования. То есть прицепы, фрезы, культиваторы. Мотор остался тот же. Главное новшество – трактор стал прочнее. Первый трактор «Беларусь-451» уже отправился во Вьетнам. Через два месяца местные аграрии смогут испытать его на практике на местных рисовых полях. Тракторостроители полностью ориентированы на потребности клиентов. Нужен кабриолет – значит, будет без крыши. А то и вовсе без кабины. Бобруйская техника легко справляется и с задачами коммунальников и фермеров. Она универсальна и практична. Из года в год количество стран-заказчиков растет. За этот год мы отгрузили первые трактора в Бангалдеш. По партии с пяти тракторов ушла, с ними была навеска. Отгрузили три первых трактора в Грецию. Возобновили поставки мы в этом году в Никарагуа. Новую партию отгрузили в Доминиканскую республику. Сейчас ведем переговоры с рядом африканских стран по поставке нашей техники. Сегодня для Вьетнама, Пакистана и Камбоджи. Завод тракторных деталей и агрегатов вносит незначительные изменения в модели тракторов «Беларусь-310» и «410». В них также будет металлическая облицовка и минимализм в оснастке для облегчения конструкции и удешевления стоимости по требованию иностранных партнеров. Ангелина Дикон, Иван Боровой. Сегодня в Бобруйске. Две ключевые городские магистрали улицы Гоголя и Бахарова требуют ремонта. На Гоголе дорожники не учли уклоны, толщина покрытия оказалась неравномерной и наметилось разрушение верхнего слоя асфальтобетона. Мэр Бобруйск Александр Студнев поручил коммунальникам устранить недостатки и также сравнять колодцы с уровнем проезжей части. До конца года на всем протяжении ремонтируемого участка будет уложен нижний слой асфальта со спецкомпонентами, предупреждающими разрушение в осенне-зимний период. На отрезке Красный пищевик Октябрьская в этот же срок должно завершиться благоустройство дороги и улицы с тротуарами и велодорожками. Ко дню города здесь установят светофоры и дорожные знаки. Предприятия и организации Бобруйска ждут на работу специалистов. Дорожно-строительному тресту номер 3 требуется дорожный рабочий третьего разряда на зарплату в 265 рублей. Работа сдельная и сезонная. Трикотажная фабрика нуждается в швее, фельдшере, конструкторе и операторе печатного оборудования. Компания «Модером Запад» готова принять на работу сборщика обуви с зарплатой в 400 рублей и мастера производственного обучения на полставки. Есть вакансия на еще одном обувном предприятии. «Мамгуст Торк» предлагает 11 вакансий, среди которых химик-технолог, менеджер по сбыту, модельер-конструктор и специалист по тендерам. Справки в Управлении по труду занятости и социальной защите Бобруйского горосполкома. В Бобруйском суде начались слушания по делу бывшего председателя Бобруйского горосполкома Андрея Коваленко. Ему предъявлено обвинение по статье «Получение взятки лицом, занимающим ответственное положение». Мэр был задержан в ноябре 2016 года по подозрению в том, что на протяжении длительного времени решал вопросы субъектов хозяйствования и граждан Беларуси за крупные вознаграждения. Дело экс-мэра будет рассматриваться с 20 по 30 июня на выездных заседаниях областного суда в суде Бобруйского района и Бобруйска. Заседания будут открытыми. Ко дню города в Бобруйске выберут лучший двор. С такой инициативой выступил председатель Бобруйского горосполкома Александр Студнев. По словам Александра Викторовича, необходимо выбрать двор, который можно поставить в пример другим и наградить грамотами тех, кто создал его и сейчас за ним ухаживает. При оценке будут учитывать не только чистоту территории, но и ее заполнение. Турники и качели, горки и песочницы для детей, лавочки и навесы для отдыха взрослых. Предприимчивый россиянин попал под прицел инспекторов департамента финансовых расследований. Житель Смоленска решил нажиться на оборудовании одного из бобруйских предприятий. Непригодное к использованию станки вывозил как лом черного металла. Данное оборудование вывозилось по заведомо подложенным документам, товарно-транспортным накладным. И впоследствии была дана правовая оценка действиям лиц, которые осуществляли вывоз металлолома. Было установлено, что металлолом вывозился с целью его дальнейшей реализации на территории Российской Федерации. Действовал россиянин не в одиночку. Помог ему бобруйчанин. Был соучастник, который подтвердил о том, что его фирме принадлежит данное оборудование, и он его продает на вполне законных условиях. Проверка показала, документы подделали. Всего мошенники вывезли более 8,5 тонн металла. Сегодня на лом наложен арест, а к горе предпринимателям предъявлены обвинения. Россиянин оштрафован на 10 базовых с конфискацией добычи. Судьбу бобруйчанина правоохранители все еще решают. Оба фигуранта ранее не судимы. Пять лет творческих поисков юные художники Бобруйска представили итоговые работы как результат учебы в школе искусств имени Доморада. В художественной галерее на выставке выпускников побывала Елена Кутузова. Ирина Требина в будущем собирается соединить искусство с IT-технологиями. Пока город грез и сны о Бобруйске в своей выпускной работе выразила в гуаше с акцентами на архитектуре. Это первые пробы юной художницы в авторской технике. Вдохновение я черпала из любви к своему городу, потому что я хотела его представить в самых лучших ярких красках. Чтобы придать ему необычности, я его застилизовала. То есть придала ему каких-то необыкновенных дуговых линий. Тем самым оживила свой город. Над итоговыми работами выпускники корпели полгода. Помогали преподаватели. У члена Белорусского союза художников Ирины Кустовой этот выпуск юбилейный, 20-й. Процесс создания. Ты участвуешь, руководишь этим процессом. Ты видишь волнеет, ты видишь то внутреннее, что вкладывает ребенок в свою работу. То есть от этого сам получаешь огромное эстетическое наслаждение. И ты отдаешь, но тебе возвращается. Защита выпускных работ ежегодно проходит в июне. В этом году 45 учеников посвятили свои творения в различных техниках. Одной теме. Бобрусь – культурная столица Беларуси. Для ребенка это его первая творческая работа, которую он действительно показывает или выносит на показ зрителю. Поэтому это очень для них волнительные моменты, ответственные и очень торжественные. Комиссия оценивала не только работу, но и ее презентацию. Главным героем этой театральной постановки является женщина-музыкант. В его ярком оранжевом платье. В семье Назаровых два художника. В прошлом году папа Игорь волновался за сына. В этом пришел помочь Ульяне защитить мелодии старого города. Наверное, как и многие, еще в детстве мне нравилось рисовать. И в детском садике, и позже потом лепить с глиной мне нравилось. И поэтому я пошла в художественную школу. Меня тяга к искусству. Я там картины собираю, у друзей, у меня целая галерея дома. И детей так приобщал. Я видел, у них таланты есть. У среднего, у дочери. У меня мечта, чтобы они сделали большую работу вдвоем, панорамную. Может быть, сделаю там. Я им уже место оставил в зале. Большинство выпускных работ получили высший бал от жюри и будут представлены на различных площадках во время празднования 630-летия Бобруйска. Елена Кутузова, Иван Боровой. Сегодня Бобруйский.